Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Как неудобь, имущее богатство в Царстве Божьем не идут. Ученицы же ужасахуся слови всех Его. Иисус же паке, отвещав глагола им, чада, как ониудобь, уповающим на богатство в Царстве Божьем в нити. Удобье бы есть вельбуду сквозе и глине уши пройти, неже богату в Царстве Божьем в нити. Они же излих одевляхуся, глаголюще к себе, то кто может спасен быти. Возрив же на них Иисус глагола, вот человек невозможно, но не от Бога, вся бы, возможно, суть от Бога. Начат же Питер глаголы те ему, «Се, мы оставим вам вся, и вслед тебе и духом». Отвещав же Иисус рече, «Аминь, глаголю вам, никто же есть, и же оставил есть дом, или братью, или сестры, или отца, или матери, или жену, или чада, или села, мини ради, евангелия ради, ащи не примет старицу ныне во время сие, домов, и братья, и сестры, и отца, и матери, и чад, и сел по изгнании, и в век грядущий живот вечный. Мнося же будут первые, последние, и последние первые. Бях уже на пути восходящий в Иерусалим, и беваря их Иисус, и уже сахуся, и во след идущий баяхуся». Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня пятница, 3 января. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Марка, 10 глава, с 23 по 32 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно, надеющимся на богатство, войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, «Кто же может спастись?» И Иисус, возрев на них, говорит, «Человеку это невозможно, но не Богу. Ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время это среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Такое Евангелие, братья и сестры, в этот день слышим сегодня мы с вами. Это продолжение беседы о богатстве, и после того, как ученики провожают взглядом юношу-аристократа, который, отказавшись от брошенного ему вызова, которое делает Господь, идет опечаленный в свою сторону. И вот здесь продолжается беседа о богатстве и о Царстве Божием. Трудно, говорит Господь, войти в Царство Божие. И ученики богатому, и ученики от этого ужаснулись. Почему их, в общем-то, какой-то ужас и страх постигает? Здесь Господь вообще переворачивает с ног на голову установившиеся иудейские нормы. Считалось так, что богатство здесь материально есть признак того благословения Божия, которое человек на земле имеет. Напротив, бедность, болезнь, скорбь, печаль и все то прочее, что в этом мире нас постигает, это есть то проклятие и наказание, которое Бог проявляет на человека. То есть богатый, это априори, человек, благословенный Богом. Бедный, нищий, убогий, это тот, ну, который страдает по причине своего греха. Так считали иудеи, такие нормы и порядки были. И здесь мы с вами должны открыть книгу священного писания Иова, в котором, в общем-то, по этой логике друзья, близкие, родные Иова рассуждают. Он был человек богатый, это был тот человек, которого благоволил Бог, и он имел все, но в какой-то момент он лишается всего совершенно. И здесь его окружающие спрашивают, чем ты согрешил и как ты согрешил пред Богом, давай раскрайся. Этот порядок был и это было нормой. Но Господь говорит о другом, Он говорит о том, что трудно богатому в Царство Божие войти. Почему? Вот дальше удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Ну что здесь под игольными ушами, разумеем, мы уже говорили. Это некая щель в Иерусалимской стене, которая окружала город, и в эту щель верблюд с повозками, с котомками, он пройти, естественно, не мог. Там очень такая узкая щель была, в которую с трудом протискивался человек, проходил человек. Здесь имеется в виду с одной стороны это, ну и может быть, конечно, здесь и такое образное сравнение с реальным, с реальной иголкой, да, ну что еще становится более непонятным человеку. Чем нежели богатому войти в Царство Божие? Итак, причины в этом какие? Первое заключается в том, что богатство, оно привязывает человека к земле, к материальному. Что мы видим на примере вот этого юноши, аристократа, который, к сожалению, ну, уходит от Христа и не может принять то, о чем он ему говорит. С другой стороны, богатый и богатство, оно сознание человека самого, который начинает обладать вот этими материальными ценностями, который не управляет ими так, как об этом говорит нам Господь, он начинает мыслить все в рамках вот этих богатств. То есть, что это означает? Он начинает мыслить все в рамках цены. За все должна быть какая-то цена. все можно купить и все можно продать. Вот это такая демоническая мысль, которая у человека может возникнуть. Но Царство Божие его купить нельзя вот за те деньги или там материальные ценности, которые мы имеем. Но вот скажем так, рассудок, разум человека может этому подвернуться. Ученики чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись. И вот Господь отвечает эти вот известные слова, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. То есть, наши силы ограничены, да и вообще ничтожны наши силы. Ничего мы сами самостоятельно сделать не можем, как только согрешить. Все же остальное находится в руках Божьих. Если мы к этому прибегаем, если мы это понимаем, если мы правильно оцениваем, расставляем приоритеты в нашей жизни, то все в принципе должно у нас складываться так, и мы будем понимать, даже если то, что в нашей жизни не получается, что так или иначе на все есть благословение и благоволение Божие. Итак, дальше. С 28 стиха апостол Петр обращается ко Христу. Он говорит, вот продолжая как бы вот этот разговор о богатстве и о материальном, и о духовном, он говорит, вот мы, то есть я и ученики, мы все оставили и последовали за тобой. То есть, ну здесь мы можем логически продолжить фразу Петра, да, что мы-то получим за это, Господи, да. А Христос отвечает, истинно говорю вам, что нет никого, кто бы, вот и перечисляет, все оставил ради меня и Евангелия и не получил ныне во время это среди гонений во сто крат больше домов братьев, сестер, отца, мать, жен, детей, и о веки грядущем и жизнь вечную. Господь говорит, что не бывает такого, что кто все оставил ради меня, всем пожертвовал, тот получит в сто крат больше того, что имел. Но здесь речь идет, конечно, не о материальном, и это подчеркивается словами среди гонений. Здесь всегда Господь обращает к своим ученикам, бывают честен с ними. Он говорит им о том, что они, те, кто идут дорогой, тем путем, который предлагает Господь, они идут путем страдания, скорби, гонений. То есть не богатство нынешнего мира обещает здесь Господь, но обещает гонение, но обещает богатство жизни, вечной, грядущей жизни. Но и с другой стороны, вот всякий человек, который становится христианином, для него открывается невероятное богатство, потому что мы друг друга называем братья и сестрами. Наш Бог Отец, Церковь, это наша семья, мы для себя приобретаем невероятное количество близких людей, которые могут помочь нам и которым помогаем мы, исходя из той христианской любви, которую в своем сердце имеем. И вот это богатство, оно у нас, у каждого есть, всякого человека, который становится христианином. Вот об этом здесь Господь и говорит. Многие же будут первые последними, а последние первыми. Здесь Господь предостерегает нас от гордости, ну и в частности апостола Петра от гордости, который в конечном счете действительно, ну будучи вот по своему характеру очень горячим человеком, он говорит о том, что если, ну все это прекрасно помнят, это евангельский эпизод, если там все от тебя отрекутся, то я никогда это не сделаю и в конечном счете первый же от Христа и отрекается. Так что вот в этом Евангелии мы с вами видим и понимаем, что богатство это есть испытание и ответственность. Это не просто то удовольствие, которое может быть в нашей жизни. Богатство это то, что может стать предметом, которое может повредить человеку и препятствовать к Царству Божьим, но вместе с этим мы должны понимать, что и нищета и бедность не есть априори залог спасения, потому что и то, и то, только в правильных руках, с правильным размышлением и рассудком, с правильным пониманием этого будет для нас спасение, ибо все это нам дает Господь. Такое Евангелие, братья и сестры, в этот день слышим сегодня мы с вами. Мы читали Евангелие от Марка 10 главу с 23 по 32 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.